Значит, BMW черный 520D G30 вот меня сейчас вручают. Спасибо большое. Поздравляю. Продолжение следует... Здорово, мужики. Я сегодня вам расскажу про свою новую тачку. Это первая серия. Естественно, это будет длительный тест. И вот она, самая дешевая пятерка BMW в кузове G30 с мотором B47, дизельный двигатель. И это мой новый звездный разрушитель. Конечно, он не выглядит как звездный разрушитель. У него нет пакета, он не тонированный. Но он черный на черном. И здесь есть, самое главное, полный привод. Потому что для рабочих машин, для разъездной зимой это очень важная и нужная вещь. По звуку диких моторов вы уже поняли, что мы в Мечково. И первая серия снимается именно тут. Ну, а пока я вам расскажу про первые косяки у новой тачки, с которыми я статнулся. Когда я ее забирал в автодоме, левая сторона капота не закрывалась. Ну, это 520D. Вот сегодня мне ее выдали в автодоме. Не закрылось, да? Ну, после небольших регулировок все закрылось. Потом, парни, ну, такого быть не должно. Вот смотрите, видите, бардачок, да? Тут я вожу тряпочку на всякий случай. Нету бархотки, как была в F10. То есть они здесь сэкономили. Он вообще, в принципе, выглядит дешево, как в фокусе. Вот, вернем туда мою тряпочку волшебную. Первый такой нюанс, который я заметил на морозе после мойки. Я думаю, что это, может быть, стало, что плохо протирает или еще что-то. Но водительская дверь, вот здесь вот слегка гремит такой скрипучий грим. Или гремучий скрип, получается, если она замерзает. И гремел уплотнитель багажника. То есть он, если его плохо протерли, то, соответственно, он сразу же замерзает. Вот, багажник большой. Как обычно у пятерки. Вот видите, вот этот бархатный уплотнитель, он направлен на лучшую шумоизоляцию. Это действительно работает, когда он не замерз. Не хотел BMW покупать. Хотел на этот раз купить Е-класс Мерседеса. Даже уже подобрал нужную комплектацию. Тоже дешманскую самую. Ну, там единственный AMG-пакет я заказал. Потому что без AMG-пакета Е-класс смотрится вообще ущербно. Пятерка тоже без M-пакета смотрится не айс. Но почему не купил Мерседес? Проехался на тестовой тачке еще раз в очередной раз. У машины с пробегом 1800 километров салон вообще скрипел. То есть вот проезжаешь неровности, но там панель хрусь-хрусь. То есть где спидометр что-то скрипел, еще где-то сзади. Скажу вам, что и у пятерки тоже есть скрипы. То есть вот когда жесткие прям неровности проезжаешь, она хорошо отрабатывает. Подвеска круто работает. Но панель где-то тоже такой скрипы. Меньше, чем у Мерседеса, но они тоже есть. Кому-то не нравится задняя часть. Кто-то говорит, что это за фары. А мне задняя часть нравится больше, чем передняя. Мне наоборот нравятся эти динамичные фары, которые раскинулись по корме. Словно рябина на снегу. Не очень подходящее сравнение. Но они реально придают какой-то более такой спортивный и агрессивный вид к корме. Передняя часть мне нравится меньше. Без М-обвеса перед смотрится не так круто, как хотелось бы. У меня самые нищебродские фары стоят на машине. Нет крутой вот этой адаптивной оптики. А есть тоже тюдная, но они не следят ни за поворотами, ни за чем другим. Но светят фары хорошо. Видим ноздри, которые открываются, закрываются. В зависимости от потребности в охлаждении мотора. Но зимой они пока еще ни разу не открылись. Я вам напомню, что двигатель новый. Раньше стоял N47. И мотор работает совсем по-другому. Я тоже ездил на предыдущей пятерке. Не открылся почему-то. Хотя я два раз дернул. Ездил на F10, естественно. Вот у меня пробег уже 6000. Чуть-чуть проникает сюда, как вы видите, грязь. Но в целом моторный отсек за 6000 относительно чистый. Вот он этот двигатель. Здесь 190 сил и 400, по-моему, ньютон-метров тяги. В целом мотор, конечно, на новом уровне находится по сравнению с N47. Слышали, да, какой звук? По поводу салона. Здесь у меня все сделано из Sensateca. И я хочу вам сказать, что Sensatec достаточно приятный на ощупь. Сзади прям места вполне достаточно. Это вот за мной. Это я так сижу. Реально места хватает. Вот эту наклейку я еще не отодрал. Реально места хватает. Первую серию мы решили провести в Мечково. И сейчас с нами мой дорогой друг Ефим Гантмахер, о котором вы спрашиваете, кто же это такой. А это суперпилот, супертаксист РСКГ. И человек, о котором говорят, что он проехал столько километров по треку, что можно 6 раз обернуться вокруг Земли по экватору. 6 раз, это, конечно, загнул. Загнул? Да, на самом деле намного меньше. Два раза. Ну, пусть будет. Так. Да, ну, давай теперь ты расскажи немного о себе. Представь публике себя. Потому что за столько видео, которые я снимал... Ни разу не представился. Всем привет. Меня зовут Ефим Гантмахер. Я действующий колод российской серии кольцевых гонок. Обладатель Кубка России в командном зачете Класс Супер Продакшн. И, в общем, можно продолжать и так далее, и тому подобное. Но сейчас самое актуальное мое достижение – это прошлогодняя победа в зимнем чемпионате серии Legends. И, собственно, по траектории тех же самых машин мы сейчас и едем. Разница лишь в том, что на машине класса Legend установлены покрышки с шипом полтора миллиметра, а здесь шипов нет. Машина тяжелая. Да, тонну 640 килограмм весит машина. И обычно здесь на льду катаются всякие дрифтеры на тазах, там пятая модель. Но у нас пятая модель от другого производителя. Ну, да, они немножечко отличаются. Но при этом она, пожалуйста, все равно. Сколько хочешь, сколько искать. Да, шикарно. Начим со скоростью 70 км в час. В стяжном повороте. Как тебе автомобиль? Автомобиль! Автомобиль. Так вот, автомобиль прекрасно управляется. Очень хорошая прогнозируемая работа полного привода. Машина реально управляется очень легко. Аккуратно вон к удалю газа мы ее выставляем в повороте. И несмотря на отсутствие шипов, она очень уверенно цепляется всеми четырьмя колесами и ускоряет нас вперед. Не каждая машина может похвастаться тем, что зимой на льду в повороте вот так вот ускоряется. И еще раз, опять-таки, несмотря на полное отсутствие какой-либо возможности зацепиться шипами выше шипов, нет. Мы снесли конус. Нет, никогда не зацепили. Неправда. Вот это круто было. Сейчас мой угломер подсказывает, что мы где-то 74 градуса выставили автомобиль. Нет, нет, мы сейчас ехали наоборот очень маленьким углом. Нет, вот до этого когда первое. А, до этого было 78 с половиной. А, 78? Работа будет теперь, теперь. Что ж такое? Кстати, по прекрасной работе системы АБС теперь нельзя говорить, что лучше полнопривода Jaguar, но для легкового автомобиля. Есть разные варианты хороших систем. Это не тупорылая переднеприводная квадра, которая все время стремится нас распрямить. Это машина с правильным распределением, которое может нам позволять вот такие вот вещи выполнять. Да, шикарно сейчас идем. Практически угол 78 градусов, как измеряет мой. В связи с половиной. Вот, поэтому в принципе на самом деле можно сразу отметить, что такой жанр автомобиля имеет очень много таких прямых конкурентов, самых разных по характеру, по устройству, по оснащению. И, наверное, один из основных, ну, то есть есть исторически верный конкурент, это Мерседес Е-класса, который, безусловно, лучше в мире такси, да? Пятерка сейчас с ним исправно конкурирует, потому что пятерка стала мягче Е-класса, при этом собранная и рулится лучше, а также шумка очень дороже. Как минимум, да, в таких относительно простых комплектациях она сильно и мягче, и лучше сбалансирована. Ох, вот сейчас 82 градуса. Говори. Нет. Надо было подыграть, все равно не видно. Ну, давай за честность. Мы за честность. Мы за честность, здравида. Шли сейчас красиво. Конечно. Старались идти. Когда мы с тобой катаемся по Мечкову, мы обычно обсуждаем еще мультимедиа во время трека, езды по треку. Мультимедиа, ну да, в принципе, самое важное в автомобиле, что... Самое важное в мультимедиа. Это как играет мелодия. Мы с утра проверяли, играет хорошо, чисто, четко, аккуратно. Да, это причем самая бюджетная комплектация музыки. Музыка действительно здесь очень неплохая. Машина демонстрирует действительно хорошую плавность хода. Она очень сбалансирована. То есть вот по балансу того, как она распределяет крутящий момент между колесами, по тому, как распределена масса. То есть она вот именно правильно сделана. И поэтому они ехать реально в удовольствии. То есть не надо к этой машине привыкать. Мы можем вот так вот это развернуть красиво. И довернуть. И довернуть. И довернуть. Почти. Да. Пожалеет машину, не стали рвать. Не стали рвать xDrive. Но я бы чуть, конечно, тоже прокатился. Если не против. Я-то что, в твоем счете? Не, ну тебе нравится кататься? Я вообще всегда люблю. Прям хлебом не корми за руку. Такая еще не. Ну мне по кайфу. Дальше бы. Наверное, лицо мое, короче, в кадре сейчас смотрелось очень. Да, вот так вот. Шпак не потает, да? Да, да, да. Вот такие вот. Ладно, как пассажиры скажи что-нибудь, а то у меня что-то дар речи пропал. Дар речи пропал. Дар речи тоже прекрасно. Это великолепный автомобиль, который решает водителя дара речи, даже несмотря на свои скромные 190-го штеных сил. Да, самое главное, здесь реально не надо какого-то большого мотора, то есть приехал на лед. Как не надо, на льду очень важен крутящий момент, которого здесь... Ничего себе, 40 килограмм взяли, а из них уже свалились. Просто катаемся. Но она и в таком режиме довольно-таки приятная машина. То есть реально очень комфортно себя чувствуешь за рулем. Плюс ко всему этому еще очень маленький расход топлива. Расход вообще просто минимальный. Можем кататься сколько угодно, но она все еще не требует заправки. Представьте, мы были на V8 турбированном. Расход 7,1 сейчас. Еще запас хода 670 километров, потому что это дизель. Это двухтутровый дизель. Полный привод рулит. Полный привод тролль, главное не останавливаться. Да, согласен. О, елки-палки. Да, я что-то сюда повернул, как будто там зацепка, будто там. А здесь зацеп совсем не такой, как там. В общем, тут вам не здесь, а там вам не тут. Тут вам не здесь, а там вам не тут, да. Ну, так по ощущениям, не скажешь, что едешь по чистому льду. Но при этом, в принципе, чувствуется, что машина каждую секунду постоянно работает. Даже на колесо, стараясь исправить какую-то твою или мою, или чью-какую машину. О, пожалуйста. Больше газа, и мы взорнулись. И зацеп нашли. Ну, вот это, Саша, сработает. Слушай, вообще даже не сработало. Как? Вот это зацеп. Саша, собирайся. Мне кажется, он замерз. Нет, он головой кивает. Кивает головой? Саш, помахай рукой, что ты здоров. Саша, здоров. Саша, здоров. Пошевелиться-то можешь, друг? Мне кажется, да. Типа езжай. Сейчас, 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 сейчас. Фух, дух захватывает. Вот езды на дизеле. Кто бы мог подумать, да? 520 дизеля, а мы тут так. Вообще. Ну, классная машина, на самом деле. Я даже не ожидал. Мне казалось, поначалу, на скучной, что у нее на асфальте реально не хватает мощности. Тяги-то хватает снизу, а потом, когда уже начинаешь побыстрее ехать, думаешь, елки-палки. А куда я особо быстрее-то ехал? Да, согласен. Ну, а здесь на треке просто почувствовал, как будто я на каком-то урагане. Сразу вспомнил Пушкина. Мчатся тучи, вьются тучи, только снежные. И нагоняем мы их задней частью автомобиля, когда касаемся сугроба. И теряем зацеп. Ну, в общем, в целом, что скажешь? Да, хорошая машина. Хорошая машина. Очень удобно ездить, очень быстро ездить. Именно в том плане, как работает шасси. Поэтому плюс очень прочный кузов. За счет этого удалось сделать достаточно мягкую, комфортную подвеску, не потеряв при этом управляемость. Поэтому действительно все очень хорошо. А теперь у меня есть безумная идея, что можно сделать с этой тачкой. Ну, я тебе уже говорил, наверное, что я не очень доволен тем, что М5 стал полноприводный. Вот самый главный минус у М5 F10 – это был лишний вес. В М5 F90 они скинули 100 с чем-то килограмм, но она стала легче всего на 15 килограмм. Почему? Потому что спереди разместили раздатку, переделали весь поддон, привода. Там какие-то, наверное, усилители 100% есть. В общем, машина в весе, можно сказать, не потеряла. И массы перераспределились на морду. То есть она должна, по идее, стать похожа немного на Мерседес и Ауди в этом отношении. А я думаю, что из этой тачки можно сделать правильную М5. Выбросить дизельный мотор, поставить сюда V10, чтобы он красиво пел, как в повороте. Поставить какой-нибудь дикий робот, потому что на новую М5 автоматы – это, ну, не знаю. Вот этот автомат, конечно, классно работает. Там, наверное, еще и толчки будут. Но на СМГ будут другие толчки, она будет бить по голове. И сделать все это из этой тачки, чтобы она была легкой, с V10 атмосферной, там, 600 сил с него снять. Самое интересное, что при этом здесь на льду, в таком состоянии, эта машина будет быстрее. Это 100%. Ефим, как ты к этой идее относишься? Я, конечно, отрицательно. Я вообще не люблю тюнинг. Я тоже его не люблю, потому что моя, так сказать, Мадонна, мой желтый М3, мой желточек до сих пор не сделан, до сих пор… Вот, кстати, сейчас его настроили, он поехал. Но его нужно, в принципе, завершить. Он быстро, кстати, едет. На 400 сил реально едет. Вот, в общем, нужно завершить по нему работу. Это вечный тюнинг, вечный процесс. Я тоже поэтому тюнинг не люблю. Но мне кажется, просто это будет зрителю интересно. То есть, народ, ищем спонсоров. 4,5 миллиона нужны, и у вас будет настоящий М5 с В10. Вот что вы хотите, то и будет. Спонсоры, мы вас ждем. Звоните, пишите. Хорошая машина. Инстаграм. Пока что. Пока что. А может, и не будем делать, если спонсора не будет? Вы знаете, у меня телефон и так английский знает. Я боюсь, что ему не пригодится ваш сертификат. Так что, извините, до свидания. Ваш телефон, говорит, выиграл сертификат. Вот так, мой телефон и так английский знает. Ты что, блин? Вот он, видишь, живет своей жизнью. Наказан. Да, катаешься, работаешь, он там в розыгрышах участвует. Это как полный привод на Фольксвагене с Халдексом. Он живет своей жизнью. И я этого не говорю. Душа довольна. По-другому машина здесь раскрылась. Ребят, пробег сейчас, я вам скажу. 5640 километров и никто, никто из всяких там блогеров, шмогеров пятерку, 520-ю дизельную точно на трек не вывозил. Здравствуйте. Такси вызывали? Пожалуйста, присаживайтесь. Багажник. Багажник, да. Мне подсказывают. Ну, ты просто неопытный таксист. Я еще неопытный таксист, да. Я уже привычен в этом мире. Слушай, ну и на самом деле, что можно сказать, что, во-первых, в плане бомж-комплектации, машина по сравнению с Х-10 улучшилась тем, что здесь монитор стал существенным больше. Какие-то опции в плане раздельного климата спереди появились. Не, ну так мне скажешь, что машина внешне с комплектацией. Все, что нужно, есть. Все, что нужно, реально есть, да. Даже вот можно лепестками переключать передатчик. Что не нужно, тоже есть. Пытается зайти, да? Да. Точно, блин, надо же было дверь открыть. Вот таксист из меня действительно не очень. Из Гет меня бы уже выгнали, а извили тем более. Герой соус-парка. Боксер, пожалуйста. Да, 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 хорошо. А у вас свой какой-то маршрут, или поедем по навигатору? Конечно, у нас есть ли у меня маршрут? Едем аккуратно, сейчас не дрифтим, ничего. Клиентам нужно довести. Так, прямо ли обе, да? А вот, как скажете, хорошо. Температура воздуха в салоне комфортная? Отлично. Ну, если у тебя сейчас мы проверим, насколько хороша подвеска машина. Ага. Ну, достаточно мягко. Мне кажется, что это не очень большой. Не очень большой. Скажите, пожалуйста, может быть, радиостанцию какую-то включить? Ну-ну, послушаем, как Мото шепчет. Кстати, дизель стал совсем по-другому работать, и по сравнению с N47 вибрации гораздо меньше, и шума тоже. Бокс номер 13, пожалуйста. Бокс номер 13, хорошо. А, там такая красивая машина с номером 46 стоит. Нет. Так точно. А, номеров-то нет сейчас. Ну. Ну, я здесь припоплюсь. Да. Благодарю. Спасибо большое вам за поездку с нашей авиакомпанией. Авиакомпанией. Ну, деньги, как обычно, через приложение, у которого он пока не добежал. А, держи его. Ребят, какая-то нездоровая тема. Эй, чувак, хорош, поехал. Давай, не дают мне проехать. Вот приходится его толкать. Давай, давай, давай. Вот так вот, вот так. Поехал, поехал, поехал. На самом деле, это вот так я другу помог доехать. Вот, просто. Сейчас сугробы закончились, а то были огромные сугробы. Сказать, чем лучше проходимость, тем дальше идти за трактором или за людьми, которые помогут вам выкопать автомобиль. Вот. Такие дела. Ездили, ездили. И меня вот сейчас выкапывают. Но я неплохо заехал. Хорошая проходимость. 520D. И резина, кстати, очень неплохая. Да, Роман? Ага. Офигеть вообще. Дом горит. Просто жесть. Мы уже позвонили в службу спасения 112. Уже выехали. Деревня Пески. Реально, тут только загорелся дом. Не знаю, из-за чего, наверное, он туда пользуется какими-нибудь обогревателями. Дом горит. Ажурное вызвание. У нас сюда проедет. Двухгинтровые сугробы. Да. В деле еще не живет. Не приятно, особенно для людей, которые танкуют. Люди под домом ходят. 4-5 минут. Пока меня вытаскивали, он сгорел полностью. Еще повезло, что ветер дует вправо, а не влево, потому что эти дома тоже бы сгорели. Федор звонил в 112. Да, вот служба приехала. Тут сгорел дом. Ох, 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 осторожно. Смотри, ты сейчас еще и ударишь машину. О, он проезжает. Все-таки, похоже, кто-то пострадал. Смотри, как бы задницу не ударило. Не, не, нормально. Ну, дай бог, чтобы все были целы. Ну, да, вон там куча людей. Все смотрят, как пожар прошел. Я вот вроде пробил себе дорогу. Сейчас еще раз. Блин. Вот вроде почти выехал. Наконец-то я выехал. Вот такие вот там огромные сугробы.